Арина, покажи, где у нас лошадка? Ну, как у лошадки у нас? Вот он, где у нас он? Вот он, вот он. Название садика «Умка» полностью соответствует его содержанию. Здесь есть все необходимое для всестороннего развития малышей. Просторная спортивная и музыкальная залы, сенсорная комната, даже собственная костюмерная. Особое внимание к изучению истории России и Самарской области. Дети с самого детства познакомились с Самарским краем. А здесь у нас собирают, ребятки, наш музей. Здорово, я не видел таких пазлов. А в старших группах упор на техническое творчество. Юные инженеры программируют сложные объекты на современном интерактивном оборудовании. На этом сенсорном столе, например, можно построить двухуровневый арочный мост. Поехали у себя, да? Поехали в автобус. Это что, нагрузку он здесь показывает? Он рассчитывает нагрузку. Если нагрузка неправильная, то мост рушится и нужно изменять конструкцию. Понятно. Слушай, ну у тебя отличный мост получился. Детский сад рассчитан на 120 мест. Половина из них – ясельные группы. Здание возвели в рекордно короткие сроки в рамках НАСПроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. С его открытия в Нефтегорске ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Все лето мы ходили народным контролем и ночью, и днем, и утром. Вот, наблюдали, как этот садик строится. Вот, не верили, что сдадут в декабре. Ну вот, как бы чудо свершилось перед Новым годом. Новогодний подарок получили и десятки малышей Кошкинского района. В канун праздника в райцентре открылся новый сад на 80 мест. Объект также построили в рамках реализации НАСПроекта «Демография». Всего в этом году в регионе одновременно строятся и реконструируются более 20 детских садов. Создано более 4 тысяч мест, более половины для детей младше 3 лет. Сергей Павлов, Роман Апарин, Новости губернии. А в промышленном районе Самары после капитального ремонта вновь заработало дошкольное отделение Центра развития образования. Садик рассчитан на 240 детей, причем каждый четвертый ясельного возраста. После ремонта у малышей появилась возможность заниматься в сенсорном классе, играть в развивающие игры в технопарке и обучаться гимнастике в фитнес-зале. Полностью были восстановлены кровля, система отопления и фасад здания. От лица родителей я бы хотела поблагодарить всех руководителей за хорошее помещение, за хорошую проделанную работу, за ремонт, за спальню. Очень удобные кроватки сделали для ясельной группы, современные игрушки, современные оборудования. Мы очень-очень рады, все очень красиво, чисто. Очень долго ждали этого детского сада. Наконец нас взяли. Все, мы попали по очереди. Надеемся, все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!